Уважаемые любители моих небольших роликов о истории науки, о самой науке, но иногда о всяких эволюционных безобразиях, которые происходят с гоминидами. И вот сегодня мы немножко так прикоснёмся к истории возникновения науки, поскольку многие события из того далёкого прошлого, о котором я буду сейчас говорить, они до сих пор всплывают и с грохотом лопаются, как пузыри иллюзий, как в науке, так и в том, что называется социология, философия и прочее. Значит, наш ролик так и называется – пузырь иллюзий. Дело в том, что всё началось где-то в районе XVI века. Почему? Потому что в тот момент сложились достаточные условия для того, чтобы стали появляться какие-то такие проростки здравомыслия среди экстаза, религиозного развития. То есть стали появляться учёные или пока ещё не учёные, алхимики, мистики. То есть появились зачатки философии оккультизма. Кстати говоря, эти зачатки до сих пор цветут пышным цветом. Даже на нашем телевидении смотрите, там маги, волшебники, экстрасенсы особого сорта присутствуют. Вот меня, кстати говоря, лет 20 назад, когда у нас началась эта свобода такая, своеобразная, гипнотизировал сразу три десятка ведьм различного класса. Ну, у них прям в трудовых книжках было написано. Ведьму такой-то категории. Я сам выписывал справки на сессию. Работа такая. И в главе с предводителем. С целью, чтобы получить у меня три балла по анатомии нервной системы человека. Не получили. Но неважно. То есть это говорит о магических силах современных ведьм. Так вот, всё это зародилось даже в таком смешном виде очень давно. И начало философии и оккультизма началось от попытки хоть чего-то противопоставить религиозному мышлению. Такому примитивному, а-ля толкователю. Сколько там чертей у месяца или ангелов, это неважно, на кончике пера. Но вот от этого начали переходить к какому-то более позитивному знанию. И родоначальником всей этой истории был, к нашему счастью, широко известный человек, Генрих Корнелий Агриппа. Фон Нацки, между прочим, родившийся в Кёльне в 1456 году в семье богатого человека и сразу же занялся наукой. На эту тему у нас тоже много неучий, которые сразу начинают заниматься наукой. Даже кто-то из математиков. Иногда глядишь, какой-нибудь антрополог с менталитетом забайкальских мыслителей вдруг начинает рассказывать про мозг. Очень смешно получается. Ну, примерно так же и Агриппа начал свою бурную деятельность очень рано наукой. Прямо сразу. Чуть не родился, сразу пригодился. При этом он действительно кое-что умел, кое-что знал, в отличие от современных блогеров. Он всё-таки владел восьмью языками и на шести здесь снялся в совершенстве. Ну, естественно, как всякий порядочный философ оккультизма и, так сказать, магик, это особое дело, он тут же занялся раздуванием первого пузыря. Он стал делать золото для великих князей. Ну, отсюда эти все многочисленные фильмы про алхимиков, анекдоты и прочее. Но к ужасу нашему он убеждал, ну, как сейчас убеждают наши учёные некоторые, в стволовых клетках, в генетических редактированиях генома. Вот это вот всё примерно из этой же области, когда они точно предсказать причины и следствия редактирования не могут. Вот он также точно убеждал князей, ну, а теперь это банкиры или состоятельные люди, в том, что может наделать им золото. Ну, тогда всё было попроще, там не надо и придумывать красивые названия, там, стволовые клетки, клонирование, золото всё, понятно. Ну, они его финансировали. Но сам, что интересно, создатель золота был беден, как церковная мышь. Вот такая история. Ну, и в конце концов, скитаясь, убегая бесконечно от преследователей, ну, по понятным причинам, тогда могли сильно побить за создание неудачное золото, в отличие от современных. Он клонирует, кончилось. И никого даже не гильотинизировали. Странно. А пора. Так вот, он Агриппа в результате беготни и различных опытов написал три тома. Причём за год сочинил эту замечательную вещь. Вот. 510 год. 1510. Три тома. Философия, оккультизм. А это ключевая книжка, которая потом стала основой всей оккультных наук. Ну, не очень она его обогатила. Несмотря на неудачные попытки золота, он, в общем, записался воевать. И воевал, естественно, против Венеции. Кто побогаче, просто того и воюют. И, в общем, стал, был произведён в рыцаре. Но война кончается, и он отправился в Мецк, где его друзья устроили, в общем, священником. И он стал защищать различных ведуней а-ля ведьм от преследования церкви. Удачно защищал. И через 9 лет его объявили колдуном, и он был вынужден бежать. В общем, чародей, маг, волшебник. Чего там только за ним не велось. Но самое главное, что он надувал такие пузыри, которые заставляли верить в какую-то позитивную науку с позитивным результатом. Это, на самом деле, очень важно. И хотя о нём рассказывали всякие жуткие вещи, типа того, что он научил вызывать дьявола своего студента, студент стал вызывать без него, и, в общем, дьявол его убил. А Агриппа возвращался домой и увидел, что на крыше его дома скачут демоны. В общем, одного изловил, загнал его в студента и отправил студента гулять на базар, где тот выскочил из тушки тела студенческой, и студент был признан умершим естественной смертью. Вот такой коварный был Агриппа. Кто мог подумать? То есть передвинул с помощью демона труп студента. Но он очень точно понимал, что делал. Поэтому его знаменитая философия оккультизма, там было такое большое вступление, в котором он говорил, что эта книга написана так, что умный поймёт, а дуракам доступа для этих магических картинок, которые сейчас видите, доступа нет. Ну и когда он умер, значит, родилась такая идея, что вот он всю жизнь ходил с чёрной собакой. Как всю жизнь он мог ходить с чёрной собакой? Собаки живут недолго, а Агриппа прожил всё-таки довольно много лет. Но тем не менее, значит, сказка есть сказка. Он ходил с чёрной собакой, и когда понял, что умирает, снял с неё ошейник с секретными заклинаниями и выпустил чёрта. Оказывается, ему прислуживал сам дьявол. Вот такая история. И как было сказано в одном произведении, последний из учёных магиков умер, и его чёрная собака исчезла с лица земли. То есть вот такая история. То есть отсюда, с таких вот анекдотов, с таких сказок, которые потом многократно пересказывались, началась естественная наука. То есть та, которая всё-таки занимается позитивными вещами. А вот эти пузыри из той далёкой эпохи, они до сих пор взрываются с хлопанием и смердением, в том числе и в нашей науке. Но сейчас больше всего, как вы знаете, смердит искусственный интеллект. Значит, спустя некоторое время в XVI веке начались уже такие попытки более-менее самостоятельных исследований и у последователей Агриппы. Ну и ещё там Киприан из Антиохии. Это тоже. Тот ещё перец был. То есть считался знатным чертеведом. В том смысле, что якшался с нечистой силой, но приглядел себе подружку. Это была ошибка. А подружка оказалась набожной очень сильно. Звали её Иустина. И он стал до неё домогаться. Ну, с целью спариться. Это понятно. Напустил на неё демонов. И даже самого дьявола привлёк к этому делу. Ну, Иустина молилась и молитвой отбилась. Оцените её прелестей. Ну, поскольку всё-таки Киприан был человек здравый, он видит, что не работает с чертями договор. Давай как-то по-другому. Ну, он быстренько, как наши многие комментаторы и блогеры, переоделся в заднем сальто, быстренько поменял штиблеты и сделался христианином. То есть он так по-европейски поступил. Такой переход. Как только начало поджариваться одно место, и Иустина не проявила доброты к его призывам, он быстренько переобулся, заделался христианином, и с Иустиной, как вы понимаете, всё сложилось. То есть был достигнут результат. Но с чертями он разорвал окончательно. То есть вот такой европейский подход уже существовал и тогда. Если хочешь добиться результата, не надо быть последовательным. Как известно в известной произведении Дидро была такая фраза «Верность своим убеждениям ведёт вниз, как лестница в гроб». Поэтому, сами понимаете, квинтэссенция этой фразы началась задолго до Дидро. Ну вот, в связи с этим могу сказать, что это были начатки. Начатки науки, тем не менее. Вот эти вот пузыри, изобретение золота, всякие магические вещи, они заложили основу. Почему? Потому что основа состояла в том, что в XVI веке считалось, что любое свободное исследование, ну не связанное с теологией, с ещё чем-то таким религиозным, любое свободное исследование считалось ересью. Любое. Когда нам говорят о единстве науки, религии, ребята, обернитесь назад. Это ужас. Ересью было всё. Если ты свободно изучаешь таракана, всё, а ты еретик и последователь шестиногих врагов. То есть уму непостижимо. Огромную роль в этой во всей истории, то есть борьбы с этим мракобесием, тяжелейшим, была легенда о Фаусте. Значит, действительно был такой человек. Да, был. В 1540 году один из аббатов европейский клялся, что видел Георга Сабелиуса Фауста. Ну, есть подозрение, что таким образом он подгонял пасту к себе на сдачу, так сказать, пожертвований. Поэтому быстрее всего речь идёт о известном типографчике Йогане Фаусте, который, собственно говоря, считался человеком образованным и имел какие-то с точки зрения тогдашних обитателей Европы связи с нечистой силой. Отсюда, кстати, известная книжка, известный фильм «Девятые врата». И, в общем, от него, так сказать, шарахались. Ну, и есть предположение, что именно вот этот типографчик, он и был прообразом вот этой истории популяризации науки, которая потом отражена во всяких произведениях. Ну, там, на 24 года, как известно, он заключил контракт, и, значит, потом дьявол его забрал страшно для страшных мучений. Ну, понятно, что эта интерпретация уже религиозная, теологическая, на самом деле. Я думаю, что если был, то было немножко не так. Ну, и на этом, собственно говоря, магические пузыри, которые привлекли внимание к позитивной науке, они начинают так потихоньку стихать. Почему? Потому что уже после легенды о Фаусте было очень много книг, в том числе и про Киприана, и особенно про Гриппу. Там все инструкции были. Вот как вот, вот заклинание, вот прямо вот делаешь, всё получается. Почему это произошло? Никаких секретов уже как бы не было. Потому что наука, скажем так, к 18-му столетию уже потеряла интерес к магии и мистике. И те пузыри, которые лопались во времена Агриппы и во времена действительно практиковавших магов, которые, кстати говоря, часто кончали нехорошо. На кострах не от того, что они не с тем якшались, а из-за того, что ничего не получалось. Цена, поэтому их, так сказать, их деятельность очень не высока. И дальше началась новая эпоха, очень важная, последствия, которые мы чувствуем до сих пор. То есть, так называемая натуральная магия. основателем этого направления вообще был Йоганн Баптист Порта, родивший в 1538 году. Ну, и умерший в 1615-м. Жизнь довольно долгая, и много чего он наделал. Тем более, он опять самозародился, как наши блогеры полуграмотные. В 15 лет написал шедевр «Магия натуралис». То есть, натуральной магии. И он там клялся, как все наши эти комментаторы, о том, что он сам лично проделал все опыты о гриппе и получил результат. Правда, о том, какой он не пишет, как-то с результатами напряжённо, но убеждал всех, что опыты все делал. Но эта книжка привлекла внимание тем, что в ней уже появились начатки здравомыслия. То есть, появились при переизданиях там стали добавлять лекарственные средства, реальный физический опыт, реальные наблюдения и прочее, прочее. То есть, вот эта вот натуральная магия стала сочетанием мистики глупостей, религиозных верований и одновременно уже позитивистской науки. Это очень много и очень важно. Почему? Потому что это заложило основы. ещё в 1715 году, это уже времена Петра I, туда добавляли научные сведения. То есть, ещё мистики было много, но уже появлялась позитивная наука. То есть, и уже сами исследователи разделяли суеверие и реальную науку. Ну и всё. Дело кончилось Галлисом в 1784-1802 году, который написал знаменитое произведение «Магия или волшебная сила природы». С этого момента, собственно говоря, лавочка с магическими пузырями была закрыта. Стали появляться маленькие пузырики, околонаучные, которые мистифицируют нашу науку до настоящего времени. Я почему об этом рассказываю? Потому что, собственно говоря, события 500-летней давности ничем не отличаются от сегодняшних. Ну, вспомните. Холодный термоядерный синтез, стволовые клетки, искусственный интеллект и прочее, и прочее, и прочее. Это всё те же самые магические пузыри, пузыри иллюзий, которыми почуют обыватели. Реальных событий очень немного и позитивной науки очень мало. Сейчас все продают искусственный интеллект и опасности, которые возникают. Ну, примерно такие же, как с чёрной собаке Агриппы. Вот мы сейчас снимем с искусственного интеллекта магический ошейник, и чёрт как выскочит, как побежит, и как начнёт хулиганить. Уважаемые слушатели, поменьше верите, верьте этой бредятине. И пока сегодняшний момент искусственный интеллект, нейросети, всё остальное, тоже с этим связанным, является большой мистификацией. К сожалению, об этом уже говорят даже такие люди искусства, как Михалков. Это уже ни в одни ворота не лезет. Выдавать вот этот вот железный советских времён калькулятор «Железный Феликс», он так назывался, Феликс, за искусственный интеллект, это надо суметь. То есть по сравнению с Агриппой и с другими замечательными магиками, научными магиками и оккультистами, наши любители искусственного интеллекта являются просто столпами веры. К сожалению, в науке всегда так случается, что самыми популярными и известными становятся мистификации, которые доступны падкому на всякие неожиданности и очень неграмотному населению. Старайтесь как-то восстанавливать свое критическое мышление и здравомыслие хотя бы на школьном уровне, чтобы не попадать в истории, которые могут привести к неожиданному и печальному концу. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok